В Алматы нашелся родной отец двухлетнего Танербергена Тлеппаева, который четыре месяца пробыл во второй детской горбольнице. В интервью нашему телеканалу Мирбек Тлеппаев заявил, что готов забрать своего сына и воспитывать его самостоятельно. Сегодня он лично пришел в медучреждение, чтобы с ним встретиться. Долгожданную и трогательную встречу застали и наши корреспонденты. Репортаж Айян Рафинрикпаевой. Эти кадры с маленьким Туни, так его ласково прозвали медики, не оставили равнодушными многих. Пользователи сети недоумевали, кто и почему бросил мальчика на произвол судьбы. Двухлетнего Танербергена полицейские нашли прямо на улице и доставили в больницу четыре месяца назад. С тех пор он ждал родных под присмотром врачей. И вот сегодня к нему пришел отец. По словам 36-летнего Мирбека Тлеппаева, он оставил своего ребенка в больнице на время из-за того, что им негде было жить. «Говорят, что бросил ребенка насовсем. Но это не так. Я каждый месяц его навещал. Врачи знают об этом. Я им очень благодарен, что присмотрели за Танербергеном. Я готов самостоятельно воспитывать сына. Сейчас займусь всеми необходимыми документами и готов забрать его. Если нужно, я сдам ДНК-тест на отцовство. Но я уверен, что Танерберген – это мой сын. Это сто процентов». Неизвестно с лета 2020 года. Мирбеку приходилось воспитывать ребенка одному. После выхода нашего сюжета в эфир объявились и другие родственники. Выяснилось, что они не знали о том, что Танерберген оказался в такой ситуации и нуждался в помощи. «Когда мы впервые в новостях увидели Танербергена, мы не сразу его узнали. Но потом нам сообщили родственники, что он сын нашего брата. После мы сразу же связались с больницей. Мы не отдадим ребенка в детдом. Каждый из нас готов взять мальчика под опеку». Как заявили в администрации больницы, у отца есть все шансы вернуть законное опекунство над Танербергеном, поскольку на Мирбек от Леппаева не заводили уголовного дела. По словам юристов, необходимо лишь восстановить документы и доказать отцовство. «Наша больница будет отталкиваться от документа первоначального, который мы получили. Это акт доставления, который составляется органами внутренних дел, то есть полиции Ауизовского района. Когда нам ребенка доставляют, они нам отдали акт, где прописывается отец». Пока Танерберген находится во второй детской горбольнице. Сейчас он издает повторные анализы. И после того, как результаты будут готовы, мальчика переведут в специализированный дом ребенка. Откуда маленького Тони смогут забрать родители?